В день 25-летия МЧС министр Пучков возложил цветы к памятнику спасателям. Прямая трансляция вашему вниманию. Прямая трансляция вашему вниманию. Прямая трансляция вашему вниманию. После этой трансляции небольшая статистика. Более 240 тысяч человек спасли сотрудники МЧС в этом году во время пожаров, в авариях и в других чрезвычайных ситуациях. Сегодня их профессиональный праздник. 25 лет назад властеплены постановления организовать российский корпус спасателей. Мои коллеги вспомнили самые заметные истории, где понадобилась помощь сотрудников МЧС. Из зимы в зиму одна и та же картина. Бодрая рыбалка, хрупкий лед и в итоге спасательная операция. 2015-й не стал исключением. В январе в Иркутской области 9 рыболовов-любителей оказались на дрейфующей льдине. За омулем на замерзший Байкал мужчины отправились на машинах, нарушив все правила безопасности. Они даже не сразу поняли, что многокилометровый кусок оторвался от берега. Эвакуировать пришлось с воздуха. Пилоты-виртуозы удерживали вертолет в 5 сантиметрах от поверхности льдины. А это уже республика Саха. Здесь на едва замерзшем водоеме оказалась корова. От тяжести рогатый лед треснул. Животное провалилось. Местные жители вызвали МЧС. Работали спасатели в специальных гидрокостюмах. Обвязали буренки рога и через прорубленную колею вытащили ее на берег. Как признались сотрудники службы, этот день они запомнят надолго. Впрочем, как и их коллеги из Грозного, в столице Чечни мужчина упал в вентиляционную шахту. Крики о помощи услышали жильцы дома. Выяснилось, что пострадавший застрял на уровне седьмого этажа. Но вытащить по шахте его невозможно. Пришлось делать лаз в стене одной из квартир. Спустя несколько минут мужчину освободили. Он отделался легкими царапинами. Пожалуй, самый громкий случай, когда спасателям пришлось бороться за каждого пострадавшего, обрушение казармы в Омске. Трагедия произошла 12 июля поздним вечером. В четырехэтажном здании рухнули пролеты. На тот момент в помещении спали 337 десантников. Под завалами оказались 42. Анна Заброда, LifeNews.